приветствую всех любителей рукоделия и не только сегодня я хочу показать как делаются такие вот цветы они похожи на герань похожи на гортензию может еще на какие-нибудь цветы которых я не знаю вот такие вот красивые замечательные цветочки такие ну что готов тогда начнем для этого я беру декрепированную бумагу полотностью 32 грамма на квадратный метр которая продается в любом канцелярском магазине еще один плюс то что она не очень дорогая и отрезаем полоски шириной 10 сантиметров и а и и и Продолжение следует... 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 из всех полосок которые я вырезала и вот что у меня получилось 25 квадратиков сторона квадратика 10 сантиметров хоть так хоть так потому что квадратный далее беру один квадратик и из квадратика делаю треугольник таким вот способом потом из большого треугольника делаю маленький треугольник вот так теперь из треугольника с прямым углом делаю еще меньше треугольника вот и вот эту сторону соединяю с этой вот так то есть складываю почти точно так же как и на снежинку далее я вырезаю ножницами чтобы было виднее сейчас увеличу нет увеличу вот так вот такой вот лепесточек вот такой видно да вот что у меня получилось далее раскрываю один раз и вот какие у нас соединения вот этих двух дуг я разрезаю примерно на 7 миллиметров далее вот раздвигаю вот эти вот дуги тоже и опять разрезаю на 7 миллиметров примерно не надо измерять специально проверяю все ли я разрезала да все а далее вот здесь у нас сложено по одному лепесточку и здесь по два и точно так же я разрезаю опять-таки длина разреза примерно 7 миллиметров не всегда получается сразу ножницами открыть поэтому открываем руками пальцами все везде разрезала теперь опять возвращаюсь и складываю изначально до того пока я не разрезала все лепесточки далее вот здесь вот где у нас дуги как бы так показать вот я держу большим указательным пальцем вот так а вот где заострение угол я начинаю скручивать как будто выкручивая белье вот вот способом хорошенько и чуть-чуть вытягивая вот вот такая заготовочка должна ой потеряла вот такая заготовочка должна получиться давайте еще раз покажу так вот у нас квадрат я его складываю в треугольник по диагонали сложила далее этот квадрат еще раз складываю вот сложила вот у нас центр от него опять складываем еще раз сложила помним что вот этот у нас центр и от него еще раз сложила вот и далее конечно я буду это делать без ручки просто вырежу оформляем вот таким вот способом лепесточек такую вот своеобразную дугу и ее вырезаем все вырезали теперь открываем по сгибу здесь у нас дальше идут еще сгибы нам нужен центральный и разрезаем примерно на 7 миллиметров далее вот здесь ищем где вот центральный то есть у нас получается раз два три и четыре вот далее опять же делаем отсечку на 7 миллиметров оба на теперь в одном случае отсчитываем один два лепестка один два лепесточка вот они раз два и тоже вставляем и делаем отсечку 7 миллиметров здесь уже легко по одному лепесточку тоже делаем отсечки все сделали вот такая вот штучка у нас получилась теперь мы складываем опять возвращаем изначально нашу форму нашу форму и так потерялась вот здесь вот везде у нас все разрезано проверяем на 7 миллиметров далее держим указательного и большим пальцем за дуги по пальцами на другой руки скручиваем еще одна заготовочка получилась и таким способом делаем все наши квадратики вот их сколько вот все делаем точно так же когда сделаем все квадратики а это я потом расскажу вот что у нас получилось здесь 29 штук но скорее всего это много поэтому оставшихся я отправлю на току цветок но на данный момент их столько что же мы делаем дальше дальше пытаемся развернуть аккуратно чтобы ничего не разорвать потихонечку потихонечку вот таким способом раскрываем раскрываем раскрыли точно так же делаем со следующими г и ничего не порвать очень очень аккуратно Вот таким вот способом. Вот так. Дальше. Когда вот все так вот раскроются, необходимо взять проволоку. У меня проволока диаметром примерно 0,4 мм. Я ее отрезала, если здесь посмотреть, так, вот 12 см. Это плюс-минус. Можно 10 см, можно 11 см. Я взяла 12 см. Далее. У меня есть вот такой вот чудо-прибор. Чудо-щипцы. То есть вот эта вот часть, она круглая. А вот здесь вот есть такая-то вмятина, воинка. Куда вот этот цилиндр... Нет, не цилиндр. Скорее всего, конус усеченный входит. И вот. И сейчас я благодаря вот этому устройству делаю вот такую вот загогулину. загогулину. Так вот, крышачек. Вот он. Так вот. И далее выравниваю. Клей. То есть у меня должна получиться вот такая вот штучка. Так, как видно. Вот так вот. И вот так я сделаю все 29, которые у меня в заготовочке есть. То есть одна проволочка к одной заготовочке. Далее я беру клей. Клей у меня полимерный. Прозрачный. Вот такой. Называется... Голд Дракон. Ну, не важно какой. ПВА мне не нравится по той простой причине, что сама вот эта бумага, она размягчается, становится непонятно чем. И очень трудно ее потом собрать вместе. Поэтому наливаю этот клей на стекло. Вот. Налила. Далее. Вот этим вот кружочком опускаю в сам клей. Почему именно на стекло? Можно на стекло, можно на клеенку. Потому что этот клей потом очень легко, когда высохнет, отстает от него. И далее. Другим концом. И оставляю в самую середину. Вот. И далее формирую. То есть вот так вот склеиваю. Вот что у меня получается. Далее беру следующий. Вот он. Вот. Беру проволочку. Закругляю. То есть то же самое закруглить можно на спицы. Ну, знаете, человек, существо такое, что он привыкает к тому, что более легче. И вот с этим вот приспособлением мне легче. Вот. Я сделала вот такой вот кружочек. Потом сгибаю. Вот. Опять опускаю его в клей. и другим концом протыкаю в середину. И опять склеиваю. Вот так. И таким вот способом я делаю все свои заготовочки, которые у меня есть. Еще раз показываю. Одеваем. 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 И склеиваю. И так я делаю все вот эти заготовки, которые у меня есть. Вот такие вот цветы получились. Вот они, красавцы. Теперь их надо собрать. Я беру по одному цвосточку. И далее соединяю их вместе. Вот такой шарик. То есть сейчас идет творчество. Сейчас все вот эти вот заготовки, они соединяются. И я уже смотрю, куда, сколько мне добавить. То есть должна получиться такая полусфера. Где-то потом я вытащу, где-то наоборот. Длину уменьшим. Поэтому вот таким вот способом мы собираем наш цветок. И я смотрю, куда же мне еще надо добавить. Сразу видно, что это место пустого. Длину. Продолжение следует... 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 Для них я приготовила два шаблона, но об этом посмотрим попозже. А в начале пролетона. Итак, я беру проволоку, то же самое, 0,4 в диаметре. Далее я беру тот же самый клей полимерный, намазываю кончик этой проволоки. Беру ту же самую гофрированную бумагу, единственная другого цвета, и начинаю ее обматывать. Ее растягиваю, чтобы было удобнее, и просто закручиваю. Вот таким вот способом. И в конце точно так же склеиваю, намазываю проволоку клеем, обрезаю бумагу, и намазываю бумагу клеем, и закручиваю. Итак, вот литончик у меня готов. Далее, следующее, я делаю сами листочки. Для этого я беру капрированную бумагу, складываю пополам, и я, как сказала, взяла два шаблона. Один поменьше, другой побольше. Итак, поменьше. Так, видно. Длина получается 7 см, ширина 4,6 см. И большой, длина 9 см, и ширина 6 см. Ну что ж, складываю пополам гофрированную бумагу, прикладываю шаблон, и его обвожу. И врезаю. из таких мне необходимо 2 штуки. И врезаю. Точно так же я делаю поменьше. Складываю пополам, прикладываю, обвожу и вырезаю. Один и второй. Плести. Все, вырезала. Теперь я просто по диагонали, сейчас приближу, чтобы было очевидно. Я просто складываю таким способом. Складываю гармошкой. И придавливаю. Когда я раскрываю, получается вот такой вот листочек. И таким способом я делаю все листики гармошкой. Вот так вот. Неважно, сколько вы сделаете, как. Они получаются вот такие вот уже рифленые. То есть, ну, под где-то 30 градусов, а может быть 45. У меня один листочек, он не повторимый. И если вы посмотрите, они не повторяют рисунок, они все разные. Разные. И последний. Далее я беру литон, прикладываю, намечаю до какого момента я его буду смазывать клеем. Опять таки, ну, я решила на пленку, так, извините, наливать клей, потому что легче смывается. Вон вообще от пленки очень легко отделяется, чем от стекла. Поэтому пришла лучше будет пленочка. И вот таким вот способом прикладываю. Все. И жетон пока приклеится. То же самое делаю со всеми остальными. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее опять смазываю вот здесь по самому краю клеем Прикладываю вот таким способом бумагу и начинаю закручивать Сейчас я ее склею Сейчас я ее склею Приклею Опять-таки я ее растягиваю И начинаю закручивать И начинаю закручивать Вот таким вот способом И вот здесь я приклеиваю первый свой стебелек Опять смазываю Опять смазываю клеем Клея мало Черенок смазываю Черенок смазываю клеем Прикладываю И продолжаем И продолжаем заматывать И продолжаем заматывать И опять заматываю Ничего что он тут двигается Это все-таки проволока Потом как захочу Так ее и поверну И поставлю Так что нечего со мной спорить Дальше Опять беру То есть вот Я ее поверну Все Вот здесь вот у меня листочки есть Беру следующий Тот который побольше Опять смазываю клеем Черенок Прикладываю И заматываю Причем затягиваю Чтобы не было никаких широковатостей Беру следующий И с другой стороны То же самое прикладываю И опять Продолжаем Заматывать Заматывать И в конце Смазываю Опять Клеем И отрезаю И отрезаю Вот такой Цветок Гортензии Если конечно Поменять Лепесточки То может быть Индия Гортензия Может быть Например Флокс Может быть Гираль Получится С цветком Я очень довольна Он у меня получился Пышный Красивый На этом Мой мастер-класс Заканчивается Желаю вам Чтобы У вас Так же Получился Такой же Красивый Цветочек Чтобы Вы Радовались Своему творчеству И радовались Своих друзей Близких Чтобы У вас Все было Хорошо Пишите Не забывайте Оставить лайки Подписывайтесь На этом все Пока Пока Продолжение следует...